Боб Дойл Сегодня третий модуль из тех, что я снимаю для Life is Good, чтобы помочь вам не сбиться с пути в этом меняющемся мире, где все мы как вид пытаемся разобраться в том, что же на самом деле происходит. И вот главное из того, что мы можем для себя сделать, это позаботиться о себе самих и, конечно же, о тех, кто нас окружает. А для этого нам нужно начать контролировать то, как мы воспринимаем эту ситуацию, потому что мы знаем из предыдущих модулей, многие люди сейчас живут в стрессе, страхе и условиях неопределенности. И на первый взгляд весь мир решает эту проблему по-разному. Так что же нам делать? Итак, нам нужно делать все возможное, чтобы следовать тем рекомендациям, которые нам дают, но мы также должны заботиться и о себе. Итак, в первом видео мы говорили о нашем разуме, который лежит в основе всего нашего мира ощущения. Все наше восприятие жизни проходит через наш мозг, через наши органы чувств, и мы придаем смысл всему этому. А уже основываясь на этом смысле, у нас появляются определенные ощущения, в основе которых лежат наши мысли. Все эти чувства, все эти эмоции фактически влияют на качество нашего мира ощущения. Боимся ли мы все время? Волнуемся ли? Счастливы ли мы в целом? Чувствуем ли достаток или его отсутствие? Наши мысли вызывают все эти эмоции, но эти мысли во многом зависят от нашей внутренней программы. И нас программировали неосознанно на протяжении всей нашей жизни, просто потому что мы держали разум открытым ко всему. Каждый раз, когда наш мозг получал новые данные, происходило нечто называемое нейропластичностью. Создавались все эти нейронные пути, благодаря которым и строится наше мировосприятие. Когда у нас появляются новые идеи, когда мы познаем нечто новое, формируются и новые нейронные пути. А иногда в жизни случается, что мы прощаемся со старыми убеждениями, и эти нейронные пути пропадают. Или у нас остается некое туманное воспоминание о том, во что мы когда-то верили, но сейчас уже не верим. Все это с биологической точки зрения происходит у нас в голове. Поэтому ваше ощущение самодостаточности, счастья, веселья или печали абсолютно не зависит от внешних обстоятельств, но является результатом вашего к ним отношения. И, конечно же, стоит нам взглянуть на мир в целом. Мы увидим такие бедные регионы, где мы не можем представить счастливой жизни для себя. А между тем у людей, которые там живут, совсем другая установка. И они счастливы, и благодарны, и находят радость в том, что имеют, потому что их головы запрограммированы иначе, чем у остальных. И нам этого не понять. Но они счастливы. Так кто в выигрыше? Итак, потом мы с вами говорили о том, как эта установка влияет на то, кем мы являемся, кто мы есть, на нашу личность, которую мы способны изменить, если просто захотим. Мы можем изменить то, кем являемся, насколько сильными себя чувствуем, на что способны повлиять в этом мире, сколько денег мы зарабатываем или не зарабатываем, проявляем ли креативность или просто боимся. Мы сами вправе это решать. Нам нужно решить, что мы хотим сделать ровно настолько, чтобы пройти весь путь до конца и перепрограммировать наш мозг, если это еще не произошло. Именно об этом мы с вами говорили в первых двух модулях. О создании собственной личности, которая сможет разработать новое видение своего будущего, своей жизни, своего настоящего, которое бы полностью соответствовало этой личности, а не той, что живет в страхе, чувствует себя зажатой в рамке. Мы хотим, чтобы вы создали видение стиля жизни, наполненного возможностями. Мы говорили о том, как прийти к осознанию того, что это должен быть за человек. Однако сейчас я хотел бы поговорить о чем-то другом, а именно о заботе о себе саму. Тому человеку, которым вы являетесь, нужна любовь. Да, я понимаю, что это звучит необычно. Боб, Боб, воскликните вы. Прямо сейчас я испытываю уйму стресс, и мне нужны какие-нибудь практические советы. А ты говоришь о любви к себе? Да, говорю, потому что это и есть практический совет. В кризисные времена полная стресса, тревоги. Мы, все люди, пренебрегаем собой и находим тому оправдание. Мы оправдываем отсутствие заботы о себе самих, потому что, ой, сейчас такой бардак кругом, или нужно думать, как заработать денег, мои интересы подождут. А как же моя семья, их интересы превыше моих. Ну чего, дела совсем плохи, пойду-ка я расслаблюсь. Или я перестану заниматься спортом, или я начну есть все подряд, не зная меры. Потому что в такие кризисные времена, как сейчас, наш мозг не знает, как с этим справиться. И мы начинаем искать защитные механизмы. И вот мы делаем то, от чего нам будет хорошо. И если сегодня физические упражнения кажутся невыносимыми, мы махнем на них рукой и просто не будем заниматься. И мы найдем этому оправдание. И со временем та внутренняя программа, о которой мы с вами говорили, начнет меняться. И тот человек, которым вы являетесь сейчас, станет человеком, который не следит за собой и не показывает себе или другим, что его волнует его физическое состояние. Все это, конечно, на грани Нью-Эйджа и эзотерики, но это действительно работает. Если мы не будем проявлять должные заботы о себе самих, чтобы поддерживать свое здоровье, свою энергетику в норме, чтобы продолжать оставаться лучшей версией себя, тогда о чем это скажет окружающим, которые увидят, что мы перестали следить за собой? Даже если на подсознательном уровне они поймут, что вы постоянно переедаете, что вы стали неопрятны или не заботитесь о себе. Если они поймут, что вам стало наплевать на все это, тогда в каком-то смысле им тоже станет все равно. Так же и с бизнесом. Если вы выглядите загнанным в угол или вас не заботит ваше самочувствие, это имеет значение. Человек, с которым вы ведете дела, хотел бы знать, что с вами какое-то время ничего не случится, и вы о себе заботитесь. А кроме того, это еще и отправляет некое незримое послание, в котором говорится «Я не достоин того, чего хочу, я не достоин лучшего, потому что, будь все наоборот, я бы хорошо заботился о себе, чтобы доказать себе, что я себя люблю, и достоин радости, достоин всего хорошего, что у меня появляется». Итак, это заявление самому себе, заявление окружающим. А если взглянуть на уровень энергии закона притяжения, это еще и энергетическое заявление безграничному созидательному разуму, которое делает возможным существование всей Вселенной. и суть заявления «Я не достоин даже обычного ухода за собой». Это подразумевает также «И почему же тогда я должен ощущать, что я достоин того, чего хочу в своей жизни?» Да, возможно, вы не произносите это ни вслух, ни мысленно, но ваши поступки, энергетика, ваше подсознание и установка ясно дают это понять. Если вы сами не чувствуете, что достойны быть здоровым, то зачем тебе говорить о себе самодостаточность, которой ты хочешь добиться? Зачем любовь? Я не достоин даже того, чтобы сегодня был хороший день. Итак, я не говорю, что у вас должно быть идеальное здоровье, чтобы добиться той жизни, о которой вы мечтаете. Это не так. Но любовь к себе — это видение здорового себя, должны присутствовать. Если ввиду каких-то обстоятельств в вашей жизни вы не чувствуете себя здоровым на все сто процентов, но, по крайней мере, в отношении себя вы мыслите здраво, значит, вы делаете для себя все, чтобы доказать себе, другим, Вселенной, что вы достойны и готовы быть любимыми. Скажу прямо, вам не нужно заслужить это право, чтобы заполучить желаемое в своей жизни. Вселенная не устроена таким образом, чтобы вам пришлось его заслуживать. Вы даже можете быть его недостойны. Тут дело даже не в том, чтобы быть хорошим человеком. Позволите ли вы желаемому произойти в вашей жизни? Все зависит от вас, от того человека, которым вы являетесь. Итак, вы можете заявить, «Боб, я хочу этого, хочу того, и я думаю, что я именно тот человек». Что же, я могу сказать, что составная часть этого человека, этого идеального человека, все еще не на месте. Это может быть уверенность, это может быть смелость, это может быть чувство ответственности, нечто, что все еще не на связи со всем остальным миром, потому что вы — тот, кто пытается быть кем-то, а не тот, кто уже кто-то другой. Но в конце концов, человек, чувствующий уверенность и смелость, это человек, который чувствует себя замечательно, который добр к себе. и чем-то занимается. Я не говорю о правильных временных интервалах или диете. Всего этого не существует, но ваш энергетический посыл самому себе должен быть «Я себя люблю». И пусть это прозвучит слишком мягко или, может быть, не так важно, но это очень важно, потому что, несмотря на все ваши успехи, несмотря на весь фасад, который вы для себя построили, если вы недостаточно любите себя, вы никогда не почувствуете удовлетворение от того, чего достигли. Итак, вот вам концепция. Если вас научили тому, что любовь к себе эгоистична, позвольте мне предложить вам пересмотреть свое к ней отношение. Просто задайтесь очевидным вопросом. Если вы не чувствуете, что привносите в мир лучшую версию себя, потому что вы недобры к себе, как бы возросла ваша эффективность в этом мире, если бы вы себя полюбили, если бы изменили все это, если бы стали тем, кто себя любит? Не в духе «Во, какой я клевый». Мы говорим не об эго, не о высокомерии. Мы говорим о базовом понимании самого себя и собственных нужд, о том, что важно, о проведении границ, обо всем этом, что вы едите, занимаетесь ли вы спортом, добры ли вы к себе в своих мыслях, корите ли вы себя все время, потому что что-то не получается так, как вам бы хотелось. Я предлагаю вам перестать это делать и придумать для себя другой образ жизни, потому что я вам гарантирую, что та идеальная версия вас, которую вы стремитесь создать, о чем мы говорили во второй части, так вот та идеальная версия вас не будет все время себя корить. Этот новый «вы» будет радоваться любым результатам любых своих поступков, как и отзывам о них. Спасибо. Теперь я знаю, что делать не стоит. Вот как происходит великие свершения. Некоторые запрограммированы это знать. В этом мире есть люди с установкой на понимание того, что придется что-то делать снова и снова и получать непредсказуемые результаты один за другим снова и снова, прежде чем они добьются успеха. Запрограммированные таким образом люди добиваются успеха, и мы читаем о них в учебниках по истории. Каждый из нас обладает способностью не останавливаться, пока не получится. И единственная причина, по которой мы можем остановиться, наша на то установка, потому что те, кем мы являемся, не соответствуют модели того, кто добивается целей. Возможно, есть еще и элемент заботы о себе, которым мы пренебрегаем. Простые вещи, такие как медитация, здоровый сон, прогулки, разумное питание, и опять же, качество диалога с самим собой. Это так же важно, как физические упражнения или то, чем вы себя пичкаете. Тот разговор, который вы ведете с самим собой, та доброта, которую вы к себе проявляете, ваша к себе эмпатия. Помните, если вам сейчас трудно, то это только из-за вашей программы, в качестве которой вы не виноваты. Вы способны принять решение сменить эту программу. Это путешествие, в которое я вас позвал, и сейчас у вас есть возможность. Ну, у нас всегда была возможность, но сейчас есть отличный повод начать этот процесс. Поэтому продолжайте работу над тем, кем бы вы хотели быть. Продолжайте создавать это видение, получать от этого удовольствие. Создайте что-то поистине вдохновляющее. А к этому видению можете добавить то, как этот человек о себе заботится, как ведет с собой диалог, какое у него расписание занятий, что этот человек ест, что он делает каждый день, чтобы стать добрее к самому себе, и что из того, что я сейчас представил, я мог бы начать делать уже сегодня. В следующем видео мы завершим этот цикл рядом новых подсказок о том, как начать практиковать этот подход на регулярной основе, чтобы он не проскользнул мимо вас как очередная занимательная идея. Но смог бы на самом деле стать для вас образом жизни, позволяющим создать нечто, что вы по-настоящему любите в любой возможной ситуации. Увидимся в следующем видео. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова